Меня зовут Александр Самойлов, я работаю в коде безопасности разработчиком. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы сделали свой собственный нетфильтр, используя Intel DPDK и префиксные деревья. План выступления у нас следующий. Сначала поговорим, зачем мы вообще решили сделать свой нетфильтр, чем нас не устроил существующий. Во-вторых, как мы смогли добиться фильтрации пакетов за фиксированное время независимо от количества правил. В-третьих, как мы смогли объединить несколько этапов обработки пакетов в одну большую операцию. И, наконец, совсем кратко поговорим о том, как мы это интегрировали в уже долго функционирующую и устоявшуюся систему. Пару слов о нашей компании. Мы разрабатываем средства защиты уже с 95-го года. Половина нашего бизнеса – это криптошлюз-континент. О нем чуть подробнее расскажем попозже. Три центра разработки в Москве, Питере и в Пензе. И все, что мы делаем, сертифицируется в FSB Stack. Как я сказал, половина нашего бизнеса – это вот такие комплексы континент. По сути, это такие middlebox, которые позволяют вам делать кучу сетевых задач, такие как фильтровать трафик, делать VPN, обнаружать вторжение, предоставлять защищенный доступ. По сути, стандартный набор таких UTM-решений. Та версия, которую вы прямо сейчас можете пойти купить на сайте, это третье поколение, она работает на FreeBSD, но сейчас мы разрабатываем новое поколение, оно уже работает на CentOS. И именно в рамках работы над новым поколением континента мы и решили сделать свой собственный NetFilter. К третьему поколению отношения это никакого не имеет. У нас используются только отечественные алгоритмы криптографии, и поэтому, в принципе, можно использовать вот такие комплексы для защиты ваших данных в соответствии со всеми российскими законами. Давайте перейдем ближе к сути. За последние несколько лет мы, как и думаю многие из вас, столкнулись с теми же проблемами, как это возникает у многих. Во-первых, изменились требования к производительности. Если раньше наши комплексы ставили в основном на границе между внешней и внутренней сетью, там трафика не очень много, а его характер, скажем так, не сильно критичен к задержкам и к потерям, то сейчас все больше и больше наших шлюзов ставят даже на сегменты во внутренней сети, и там трафика в разы больше, и его характер гораздо жестче. Там очень много UDP трафика, voice IP, видеоконференции, и там вот задержки и потери – это очень критично. Во-вторых, изменились требования к функциональности. Если раньше заказчики могли себе позволить покупать разные коробки под разные задачи, то сейчас они хотят, чтобы все было в одном. И обнажение вторжений, и VPN, и фильтрация – все в одном. По-другому такие системы называются UTM. И третье по списку на непозначимости – это изменение размеров политик безопасности для сетей. Если раньше в худшем случае у нас были сотни правил фильтрации, то сейчас легко их набирается несколько тысяч. И даже в центре разработки, который у нас в Москве, на нашем собственном континенте, несколько тысяч правил фильтрации. Мы подготовили ряд небольших экспериментов, чтобы продемонстрировать, что требование номер один и требование номер три – это реально проблемы. Давайте посмотрим. Немножко графиков. Для эксперимента мы взяли нашу самую старшую платформу, самую мощную. На ней стоит довольно хороший мощный процессор. Там 14 ядер без учета гипертрейдинга, довольно много оперативки и 8-10 гигабитных портов. И мы пустили через нее самый стрессовый трафик, который вы только можете придумать. Это пакеты UDP 64 байта. Хуже, чем такой трафик, нет ничего. В реальных каналах вы никогда не увидите, чтобы канал был забит такими пакетами, но для эксперимента это означает, что если вы обрабатываете такой трафик, то все остальное вы тоже легко обработаете. Итак, что мы получили? Вот что мы получили. Если для сравнения посмотреть на легкий трафик. Легкий трафик в нашем случае – это HTTP запросы-ответы, причем странички там были большие, и средний размер пакетов приближался к максимальным – 1514. То там мы видим вроде неплохую такую цифру – 55,5 гигабит. Вроде бы можно чем-то гордиться. Но мнение это ошибочно. Если мы пустим реально стрессовый трафик, то мы видим всего лишь 1,5 гигабита. И попрошу заметить, на очень мощном процессоре с 14 ядрами, которые все работают под 100%, и при этом у нас даже никакой реальной работы не происходит. Мы просто маршрутизируем трафик 1,5 гигабита. Мы потеряли 98% пропускной способности. Вот эта проблема, которую вы здесь видите, в общем-то проблема известная, проблема давно уже освещается, давно предлагаются те или иные решения. Я в своем докладе не буду очень много про это конкретно говорить, но вкратце я все-таки расскажу про основные подходы, которые вы можете применить, чтобы что-то вот с этим сделать. Первое, о чем вы можете подумать в таких ситуациях, а, ну давайте сделаем что-нибудь помощнее, добавим побольше ядер в процессор или вообще несколько процессоров, поставим несколько узлов, прикрутим еще какой-нибудь PLIS или ASIC. Ну, вариантов много. Все это мы сразу же отмели по одной простой причине, что мы не можем просто так увеличивать стоимость наших платформ, потому что у нас довольно жесткая конкуренция, и мы не можем так себе позволить сделать. А во-вторых, многие эти решения, они временные, непонятно, насколько их хватит. Вы сегодня сделали апдейт процессора, завтра он уже устарел, трафик возрос, вам опять надо делать апгрейд. Это война вооружений, которую вы все равно заведомо проиграете. Поэтому мы сразу подумали о чем. Если вы не можете наращивать аппаратную составляющую, давайте оптимизировать программную составляющую. И вот про это, в принципе, можно отдельно говорить 2-3 часа и все равно даже половину не сказать того, что можно сказать. Поэтому вкратце основные подходы, то, что вы можете сделать. Основной подход номер один. Вы можете что-нибудь подтюнить в ядре, можете понастраивать какие-нибудь показатели, поиграться размером буферин, те или иные показатели повыставлять или применить какие-то новые технологии, которых, благо, сейчас очень много. Вот только сегодня мы много слышали про ЕБПФ. Прекрасная штука. Советую послушать те, кто еще не в курсе, что это такое. Однако, чем это хорошо? Это хорошо, что это минимум трудозатрат с вашей стороны. Вы реально ничего не разрабатываете. Вы берете какие-то готовые решения и как-то их комбинируете. Но минусы тут тоже есть. Во-первых, прирост он все-таки обязательно будет. Обязательно. Но не то, чтобы сверх кардинально. По крайней мере, по нашим прикидкам. В несколько раз, да, наверное. Но, опять же, кардинально картину вы не улучшите. Во-вторых, это не совсем универсально. Те настройки, которые хорошо работают у одного заказчика, плохо работают у других заказчиков. Мы не можем подобрать такие настройки, чтобы у всех все работало всегда идеально. А подстраивать свою платформу под каждого заказчика мы тоже не можем себе позволить, потому что у нас все это сертифицируется и там все фиксировано должно быть. В общем, понятно. Можно много про это говорить. Переедем дальше. Во-вторых, вы можете посмотреть на код в ядре, понять, что там что-то реализовано не очень хорошо, и подумать, ага, но я же могу лучше. Вот я могу вот этот кусок написать лучше. И можете этим заняться. В принципе, это более выигрышный вариант в плане производительности. Если у вас руки, скажем так, растут откуда нужно, то вы действительно получите хорошие цифры. Однако минусов тут тоже хватает. Во-первых, интегрировать логику в ядро – это всегда боль. Непонятно, как это будет работать с остальным сетевым стеком. Ну и самое главное, когда выходит новое ядро, обычно ваш код становится немножко неактуальным, его надо переделывать. Вот сюда же еще можно было бы отдельно вынести такой отдельной мини-строкой новый подход, замечательный XDP. Многие про него, наверное, слышали. Когда вы можете навешивать свои обработчики в виде eBPF кода на ранних стадиях прохождения пакета в системе. Замечательная штука, но к ней тоже столько вопросов, гораздо больше вопросов, чем ответов. Если кому интересно, можем подискутировать после доклада, почему мы не выбрали в итоге такой подход. Мы в итоге выбрали вот что. Это еще один подход, когда вы делаете kernel bypass, то есть всю логику вы вместо того, чтобы загонять пакеты в ядро, выносите в юзер-спейс, напрямую захватываете пакеты из адаптера и делаете с ними что-то там, что вам нужно, и затем либо дропаете, либо пропускаете дальше. Много существует платформ для таких манипуляций по EFring, NetMap, DPDK. DPDK здесь, наверное, наиболее предпочтителен, по нашему субъективному ощущению, потому что все-таки он наиболее развивающийся, наиболее поддерживаемый, и там очень много различных хороших библиотечек, которые помогают жить. Это очень хороший компромисс между производительностью и безопасностью, потому что вы получаете хорошие цифры, при этом если ваше приложение свалится, но это свалится только ваше приложение в юзер-спейсе, уж никак не ядро, и всякое-то чуть-чуть получше. Минус тут один, он глобальный, он очень плохой, всем известный, то что если вы делаете kernel bypass, то все, ядро вам больше не помощник, оно не может вам не предоставить никакую помощь, и вам все, что вы хотите сделать, надо делать самому. Хотите коммутацию, делайте сами. Хотите маршрутизацию, делайте сами. NAT, сами. VLAN, сами. Но список, понятно, продолжается очень долго. Поэтому этот подход, он, скажем так, наверное, не для самых таких слабых духом команд, но мы решили рискнуть, в свое время это был риск, решили попробовать, и оказалось, что не все так страшно. В принципе, все это можно сделать самому, и получается очень даже неплохо. На этом я вот про эту проблему с графиком UDP заканчиваю. Опять же, если хотите дальнейших каких-то сведений, ну, огромное количество есть докладов, выступлений, пожалуйста. Я бы хотел обратить внимание на другую проблему. Вот на такую. Это деградация производительности при увеличении количества правил фильтрации. Смотрите, если у нас минимум правил фильтрации, мы получаем те же 1,5 гигабита UDP, трафик 64 байта. Очень плохого трафика. Загрузили 100 правил, минус 30%. Загрузили 1000 правил, минус 75%. У нас еще есть замер, где мы загрузили 5000 правил. Но мы даже не стали это сюда выносить, потому что там некрасиво бы смотрелось, там 70 мегабит на 14 ядрах мощного процессора. Дисклеймер сразу, что правила мы загружали наиболее неудачным способом. Самый плохой трафик на самом плохом наборе. Это правил, которые только можно придумать. Почему происходит такая деградация? На самом деле ответ кроется в самой архитектуре нетфильтра. Напомню, что в нетфильтре у нас существует набор цепочек, в цепочках существуют правила, пакет проходит по цепочкам в поисках нужного правила, дальше он либо переходит в следующую цепочку, accept, либо дропается, либо с ним что-то происходит, например, NAT изменяет его destination IP или что-то в этом духе. Мы видим, что чем больше у вас правил, тем дольше в среднем ваши пакеты будут гулять по вашим цепочкам, тем дольше вы будете обрабатывать трафик в среднем. Опять же, повторюсь, в среднем. Налицо линейная зависимость производительности от количества правил. Больше правил, хуже производительность. Что можно с этим сделать? Вы можете спросить у меня, а зачем же загружать правила фильтрации таким плохим способом? Наверное, в реальности так никто не делает. Да, действительно, первое, что вы можете сделать, это вынести наиболее часто срабатываемые правила повыше в цепочках, чтобы они срабатывали не ближе где-то к концу списка, а где-то в начале. И тогда пакеты не будут так долго гулять по вашим цепочкам, будут быстрее фильтроваться. Чаще всего это выливается вот в такое правило в начале всех цепочек. Contract state established accept. Это означает, что мы доверяем всем пакетам в уже установленных сессиях. Сессия установлена, мы и доверяем. Все, пакеты зачем дальше фильтровать? Однако, такой подход это не панацея. Не панацея по двум таким глобальным причинам. Во-первых, это правило, ну и в общем-то все похожие правила, они ускоряют только легальный трафик. Это значит, что если у вас много хорошего трафика и мало плохого, то вроде все хорошо. Но если вас кто-то, например, дедосит или просто какое-то приложение что-то неправильно генерирует, у вас много плохого трафика, который надо дропать, то дропать вы будете не раз в сессию, а раз на каждый пакет. И сколько пакет будет скакать по цепочкам в поисках нужного дроп-правила, непонятно. Скорее всего, много. Если перефразировать, вас очень легко будет задедосить. Плохие пакеты, и ваша система начинает молотить практически впустую. Ну, а во-вторых, такие правила не ускоряют работу с новыми сессиями. Пакеты в новых сессиях все равно будут проходить по всем правилам. И такой показатель, как CPS, connection per second, у вас не увеличится от таких правил. В общем, проанализировав все вышесказанное, мы поставили себе вот такую задачу, две задачи. Нам нужно разработать свой собственный фейервол, который бы, первое, не затрачивал все ресурсы процессора. То есть мы хотим, чтобы процессору еще оставалось время на решение других задач, на обнаружение вторжений или VPN или что-то еще. Это первое. А второе, чтобы мы работали с фиксированной скоростью, неважно, сколько у нас правил, одно или пять тысяч, и неважно, в каких условиях. Додосит нас или хороший трафик. Начнем мы вот, наверное, про первую задачу тут многое говорить не буду. Большей частью мы этим обязаны платформе DPDK. И опять же, я вас здесь призываю посмотреть другие доклады на эту тему. Я в этом вам расскажу про вторую задачу, потому что она, как нам кажется, очень интересная. Итак, какой вообще существует еще подход к фильтрации правил? В Linux NetFilter есть цепочки, есть правила и вот эти списки линейные. Существует альтернативный подход, когда вы на основе правил строите префиксное дерево. Как оно строится? Вот, допустим, есть такой набор правил. Что вы делаете? Строите дерево, и причем его высота будет зависеть только от количества атрибутов, по которым вы фильтруете. Вот у нас, смотрите, протокол, IP и порт. Это три атрибута и плюс само действие. У нас получилось дерево высотой 4. И неважно, сколько вы в него добавляете новых правил, неважно, 2, 3, 4, 10 тысяч, его высота от этого не увеличивается. Она только вширь будет разрастаться. Это значит, что вы всегда сможете найти нужный экшен за какое-то фиксированное время. Небольшой дисклеймер. Вот это дерево, которое здесь нарисовано. В реальности такие деревья выглядят гораздо сложнее, конечно. Это больше такая схематичная картинка. В реальности там много состояний, много переходов. Ну просто зачем это все сюда громоздить? Такие деревья реально применяются, особенно в том случае, когда вам нужно сделать простую фильтрацию, например, по 5-тапу, по сетевой пятерке, и вам этого достаточно. В таком случае такие деревья отлично работают. В каких-то простых сетевых железках они применяются. Почему такие замечательные структуры данных, все-таки константное время фильтрации, почему они не применяются в Linux? Вопрос дискуссионный. Мы нашли несколько возможных причин. Причин номер один. Во-первых, префиксные деревья все-таки больше работают в том случае, когда у вас пакет должен попасть ровно под одно правило, а затем его фильтрация на этом должна закончиться. В Linux, как мы знаем, это не так. В Linux у вас пакет попадает в цепочку прероутинг, там попадает под правило, потом, например, в форварде он попадает под три правила, потом в построутинге еще под одно правило. То есть налицо попадание пакета под много правил. Префиксные деревья так не работают, ну, по крайней мере, из коробки. Второе, гораздо более важное. Префиксные деревья не работают с полями пакетов, которые изменяются в процессе обработки. А в Linux, как мы знаем, вы можете, например, использовать dnat, и тогда у вас destination IP или порт поменяется. Префиксные деревья в таких случаях не строятся. Нельзя их построить. Ну и третье, это медленное время реакции. То есть мы привыкли, что Linux добавляет новые правила фильтрации, он моментально практически его подхватывает, начинает фильтровать трафик. С префиксными деревьями так не работает. Если у вас добавляется даже одно правило, вы извольте перестроить дерево целиком. И это долго может быть. Если перефразировать то, что я сейчас сказал, можно сказать, что префиксные деревья работают только с терминальными правилами. Терминальные правила — это правила, которые прекращают обработку пакетов в системе. Drop, Accept. А в Linux есть нетерминальные правила, которые просто что-то делают с пакетом, и его обработка продолжается. Что же мы сделали? А мы на самом деле все, что предлагаем, это предлагаем способ трансляции правил NetFilter в терминальные правила, которые затем можно поместить в префиксное дерево. Все, что мы придумали, по сути, это транслятор одних правил в других. Как он работает, проще всего на примерах показать. Например, вот такой набор правил. Мы видим, что первое правило у нас нетерминальное. Действие lock подразумевает, что мы залогировали, и переходим к следующему правилу. На таких правилах префиксное дерево не построишь. Что мы делаем? Мы строим вот такую табличку. Вот такую табличку. Как мы ее строим? По сути, все, что мы делаем, это берем и перебираем все возможные варианты путей прохождения пакета в системе. Давайте посмотрим. Первая строчка. Это вариант, когда пакет попал под первое правило и под второе. Вторая строчка. Пакет попал под первое правило, под третье правило. Еще у нас только два варианта осталось. Это пакет попал только под второе, пакет попал только под третье. И заметьте, теперь у нас все действия стали терминальными. В них появились терминальные действия accept-drop, которые прекращают обработку пакета в системе. Вот такую табличку уже можно пустить на вход префиксному дереву, оно построится. Еще пример. Пример с цепочками. Когда у вас несколько цепочек, на самом деле для нас нет разницы. Одна у вас цепочка, много цепочек, пользовательские цепочки, базовые цепочки. Никакой разницы для нас нет. Мы точно так же перебираем все возможные варианты. Вот здесь у нас пропускаются только пакеты, которые попали в правила в прероутинге и в построутинге. Все остальное дропается. На самом деле этот пример не был бы таким интересным, если бы не одна деталь. Давайте добавим в табличку построутинг одно правило, которое резко сделает ситуацию гораздо сложнее. Вот такое правило добавим. Будем фильтровать по номеру выходного интерфейса. Все так делали, я думаю, не один раз. В чем же здесь сложность? Сложность в том, что мы заранее не знаем, чему равно это поле. Поле output interface становится известным только после маршрутизации. А мы не то, что должны построить наше дерево до маршрутизации, мы его строим вообще до того, как пакеты попали в систему. Как мы можем построить дерево, в котором мы даже не знаем, чему равно поле. Поэтому долгое время мы делали вот так вот. Долгое время мы делали две фильтрации. Фильтрацию до маршрутизации, фильтрацию после маршрутизации. У нас было два дерева, и они работали в связке. А в промежутке мы делали маршрутизацию еще до над. Ну, такая схема, в принципе, работала. Но тут очевидные минусы, что надо делать две фильтрации вместо одной. Это дольше. А во-вторых, у нас там подкапливались такие архитектурные маленькие проблемки. И в конце концов их стало так много, что мы решили, а нельзя ли взять вот эти все четыре квадратика и объединить их как-нибудь в один очень большой квадратик, чтобы наши префиксные деревья делали за нас вообще всю работу. И фильтрацию, и маршрутизацию, и над. И звучит это довольно странно, потому что я вам только что сказал, что префиксные деревья не работают, если у вас output-интерфейс неизвестен. Но оказалось, что если применить один трюк, то все сразу работает. Итак, давайте вот такой пример посмотрим. Сразу дисклеймер. Вот правило, которое вы видите первое. Это не настоящее правило. В настоящем NFTables вы не можете написать плюс 10. Но мы его написали, чтобы было попроще воспринимать это все. У вас есть правило, в котором оно тоже нетерминальное. И в нем поле D-порт устанавливается в зависимости от поля S-порт. Во втором правиле у нас как раз используется поле D-порт, которое мы в первом правиле поменяли. Получается, что поле D-порт становится вычисляемым. Оно, его значение становится известным только при прохождении пакета по фильтрации. Верно? Верно. Как вот эту штуку можно преобразовать в терминальные правила? На первый взгляд, вроде она не преобразовывается. Однако, давайте попробуем так же, как и в первом примере. Давайте переберем все пути прохождения пакета в системе. Первый путь прохождения – то, что пакет попал под первое правило, пакет попал под второе правило. Давайте поподробнее посмотрим, что тут можно сделать. Вот мы обрабатываем первое и второе правило. Мы смотрим первое правило. Смотрим. Видим, что в нем в качестве action стоит установка поля D-порт в зависимости от поля S-порт. Что мы делаем? Мы берем и записываем эту информацию к себе в маленький такой блокнотик. Мы прям берем в себе и пишем D-порт равняется S-порт плюс 10. Запомнили? Запомнили. Хорошо. Переходим ко второму правилу. Во втором правиле мы видим, что фигурирует поле D-порт. И мы таки вспоминаем. Ага, у нас же D-порт вроде бы менялся. Вроде бы мы что-то с ним делали. Да, мы помним, что мы с ним делали и как именно. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем представить во втором правиле поле D-порт как некоторую функцию от S-порт. И тогда что мы можем сделать? Мы можем сделать обратное преобразование. Мы можем из D-порт 205-215 во втором правиле отнять 10, потому что там был плюс 10. Отняли. А потом вспоминаем, что D-порт проставлялся в зависимости от S-порт. Помним? Помним. Подставили обратно. И теперь смотрите. У нас правило, в котором было вычисляемое поле D-порт, которое заранее неизвестно, превращается в обычное правило, в котором фигурирует S-порт. S-порт заранее известен. Он не меняется. В общем, мы преобразовали правило в другой вид. И теперь вот это правило мы берем, пересекаем с первым, потому что мы ищем путь прохождения пакетов первое плюс второе правило. Пересекаем, получаем итоговое множество. 195-200 S-порт. И это первая строчка, которую мы запишем в нашу табличку. Это первая строчка. Все остальные строчки, они получаются точно так же, как в первом примере. То есть первое плюс третье, только второе, только третье. Теперь вопрос. Как вот всю эту схему применить к маршрутизации? Мы же изначально про маршрутизацию говорили. Вот так. Маршрутизацию можно переписать вот в таком виде. Deader, подсеть и в качестве экшена set with Ethernet 1. Похоже на маршрутизацию? Похоже. Это она и есть. И теперь мы… Вот найдите 10 отличий от предыдущего примера. Нету отличий. Теперь просто у нас вместо вычисляемого поля Deport, вычисляемым полем становится OIF. Поэтому второе правило мы берем и преобразовываем по точно такой же схеме. Получаем вот такое правило, в котором OIF теперь вообще не фигурирует. Мы зависим только от Deader, который заранее известен. В общем, никакой магии. Не стали мы сюда включать пример с NAT, потому что он громоздкий. Но можно просто поверить на слово, что оно тоже работает. Просто там больше манипуляций происходит. NAT тоже в эту схему укладывается. И destination, и source. Как и у любой технологии, у нашей есть определенные недостатки. У нас потребляется много памяти. Но это стандартная штука. Когда что-то быстро работает, обычно оно потребляет память. Мы не можем достраивать дерево на каждое правило. Мы его перестраиваем полностью. И тут возникает проблема, что это может быть очень долго. Постройка дерева может быть очень долгим процессом. Поэтому мы много времени уделяем оптимизациям. Применение политики у нас складывается из двух частей. Вот NetFilter прислал нам набор правил. Нам его, во-первых, надо транслировать в терминальные. Это первый шаг. А второе, из терминальных правил надо построить дерево. Второй шаг. Мы можем работать на два фронта. Можем, во-первых, уменьшать время трансляции, а во-вторых, уменьшить количество итоговых правил, чтобы дерево строилось побыстрее. Давайте пример посмотрим быстренько. Пример с первой оптимизацией. Допустим, у вас есть такой набор правил. Вы могли заметить, что каждое нетерминальное правило у вас порождает две ветки. Пакет подошел под правило, пакет не подошел под правило. Две ветки. И каждую ветку надо обработать. Чем больше у вас нетерминальных правил, тем больше вот это дерево ветвится. Что мы можем сделать? Мы можем взять и просто удалить заранее невыполнимые ветки. Здесь что мы видим? Если пакет попал под первое правило, то мы с вами, мы люди, понимаем, что он точно попадет под второе. Не может быть ситуации, что пакет попал под первое правило, но не попал под второе. Поэтому что мы делаем? Берем и выкидываем одну ветку из рассмотрения. Просто не рассматриваем. Сэкономили себе в половину времени. Еще оптимизация. В процессе трансляции у вас могут появиться самые различные комбинации правил, даже самые безумные. И вот это одно из таких. Может получиться такое правило. State new, direction, reply, accept. Мы с вами понимаем, что такого никогда не возникнет, потому что если соединение new, то direction всегда original. Такие правила мы просто берем и удаляем. Дерево получается покомпактнее. Вот, казалось бы, вроде бы очевидные примеры, но они очень сильно помогают. Если так у вас все это может работать минуты или даже часы, то так мы чаще всего укладываемся в 2-4 секунды. Просто благодаря оптимизации. Да, вот 2-4 секунды – это среднее время применения политики у нас в системе. Стенд точно такой же, железо такой же, трафик такой же, только мы взяли себе 8 ядер из 14. 6 ядер у нас вообще отдыхают, они занимаются чем-то другим, например, тем же обнаружением вторжений. И получаем вот такой график. Он, может, такой довольно неправдоподобный, но я надеюсь, что после всех объяснений он не будет таким фантастическим. Мы видим, что даже без фильтрации мы выдаем примерно в 20 раз больше трафика и используем при этом меньше ядер почти в половину, чем netfilter. Но вот за левый график мы всем обязаны, по сути, dpdk и тому, что мы грамотно использовали его возможности. Вот в левом, вот этом 31.590, наши заслуги относительно немного. Это dpdk и его грамотное использование. А вот дальше, смотрите, netfilter деградирует при увеличении количества правил, а мы нет. Мы не деградируем. Это заслуга нашего подхода с префиксными деревьями. Вот такой замечательный график. Поговорим буквально пару слов про то, как мы управляем нашим netfilter. Для dpdk это вообще большая проблема, потому что вы, когда используете dpdk, у вас kernel bypass, значит, вы не можете использовать стандартные любимые утилиты для того, чтобы всем управлять. IP-road не работает, IP-tables работает, но он бесполезен, контракт не работает, TCP-дамп не работает, ничего не работает. Все. Все плохо. Поэтому для нас это была проблема. Типа, как это все интегрировать. Мы взяли и поисследовали утилиты, которые уже использовались у нас. У нас используется 1.2 для управления линками и маршрутами, NF-tables для фильтрации и контракт для управления соединениями. Они общались с ядром по механизму netlink. И для нас это были очень хорошие новости, потому что с netlink очень просто работать. Давайте один слайд про netlink для тех, кто, может быть, про него не в курсе. Netlink — это способ взаимодействия между процессами, чаще всего между утилитами и ядром, который приходит на смену стандартным системным вызовам. Если вы посмотрите исходники IP-tables, вы увидите сплошные системные вызовы, и как бы это не очень здорово. Сейчас все чаще используется netlink. Он, в принципе, всем чуть-чуть лучше, чем системные вызовы. Например, в netlink у вас обе стороны могут инициировать соединения, а в системных вызовах только приложение может что-то спрашивать ядро. В netlink есть широковещание, вызовах нет. В системных вызовах вы должны постоянно делать опрос о наступлении какого-то события. Что-нибудь произошло? Нет. Что-нибудь произошло? Нет. Ждем дальше. Окей. В netlink сокетах вам достаточно поставить ресив, и он сработает, когда действительно что-то произойдет. Никакого вопроса. И, наконец, асинхронность. В netlink есть очереди сообщений, поэтому там можно поставить ресив, пойти заниматься своими делами. А в системных вызовах извольте дождаться, пока операция закончится. В общем, что мы сделали? Мы взяли эти утилиты, наложили на них очень небольшие патчи. Прям очень это имеется в виду 10-20 строчек, чтобы просто переадресовать все вызовы от ядра к нам. Это очень просто делается. И теперь мы сами берем и обрабатываем все сообщения от этих утилит. Да, мы их обрабатываем, что-то отвечаем, и для всех остальных компонентов вообще ничего не изменилось. Они как пользуются своими утилитами, так они ими пользуются. Ничего для них не изменилось. Да, мы изменили действительно утилиты. Это теперь их нельзя просто взять и скачать из репозитория. Но все-таки очень удобно. Очень удобно. Про интеграцию довольно вкратце. Если есть какие-то дополнительные вопросы, могу ответить в секции вопросов. Выводы. Кратенько пройдемся. Во-первых, не бойтесь сами делать сетевую логику. Когда вы смотрите на сетевой стек Линукса, вы видите там огромное количество кода, и вы чаще всего испытываете такой страх. Ну, неужели мне все это придется делать самому? Ну, тут же столько всего, столько логики. По факту получается, что там очень много кода, который либо легоси, либо просто перекладывают из пустого в порожнее. Какая-то такая довольно бестолковая работа. Ее можно переписать самому, и, в общем-то, оно будет работать. Мы это сделали силой одной команды за какое-то приемлемое время. Пожалуйста, просто не бойтесь делать свою сетевую логику. Это можно сделать. А главное, вы получите быстрый код, который только ваш, и которым вы можете легко управлять. Во-вторых, это то, про что я говорил весь доклад, то, что вы можете NetFilter правила преобразовывать в терминальные, и затем их загружать в префиксные деревья, если примените ряд преобразований. И, наконец, вы можете интегрировать ваше приложение в существующую систему, если возьмете утилиты на NetLink, это важно, IPTables не подойдет. Утилиты на NetLink, чуть-чуть их пропатчите, и будете захватывать их команды вместо ядра. И командный интерфейс получается сохраненным, другие компоненты практически ничего не замечают. И на этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Могу ответить на вопросы. Да. Спасибо. Алексей Вечеркин, KeyOption. Собственно, вопрос самый главный. Вы говорили, что наибольшую роль влияет оптимизация правил, что удаление заведомо невыполнимых правил и так далее. Это логика, это какая-то семантика? Вы используете какую-то библиотеку заведомо невыполнимых правил? Как это делается? Спасибо за вопрос. Вопрос хороший, потому что оптимизация – это действительно одна из главных. Это та боль, такая серьезная, с которой мы столкнулись. Потому что когда мы впервые увидели минуты или даже часы, когда применяется политика, это было абсолютно неприменимо для нас, непозволительная роскошь. Но мы стали задумываться, что тут можно сделать. И, по сути, оптимизация нашей трансляции, она не поддается автоматизации. Нет библиотек для заранее невозможных каких-то правил. Это действительно рутинная и очень сложная работа, когда вы просто глазами, по сути, смотрите на набор правил, смотрите, что тут никогда не выполняется. Причем поначалу у вас оптимизация хорошо работает и очень быстро. Вы быстро отсекаете кучу вариантов. Но затем, когда вы уже все очевидное отфильтровали, начинаются какие-то неочевидные комбинации, и их ох, как тяжело находить. Поэтому даже сейчас мы сталкиваемся с политиками безопасности, которые у нас минуты компилируются. И мы сейчас продолжаем оптимизировать компилятор, чтобы он как-то лучше работал. Но в целом это действительно боль. Да, очень такая серьезная. Много сил мы на нее потратили, еще много потратим. Это разработчик делает или это админ делает? Это разработчик, это вот мы и делаем разработчики. Не администратор. Сейчас, прошу прощения. Может, такой еще вопрос. Вот по сути вы написали свой сетевой стэк, который осуществляет роутинг, над преобразование пакетов и так далее. А не смотрели в сторону, например, как оптимизировать работу с сетевушкой, с ее очередями, как использовать там какой-то байт-код в нее, чтобы можно было… Оптимизировать работу чего, простите? Ну, там, например, интелские карточки умеют подгружать определенный байт-код, который потом будет фильтровать. И, в принципе, не надо будет даже часть пакетов принимать ядром, а потом в юзер-спейс принимать. Да, тоже очень хорошее замечание. Действительно, я частично упомянул в докладе, что есть такой подход с XDP, когда вы часть кода компилируете в BPF, загружаете в ядро, оно там что-то делает, какую-то логику, и получается вроде и овцы сыты, и овцы целы, и волки сыты. Все замечательно. Вы не теряете сетевой стэк, но при этом часть логики ускоряется. И да, если этот подход экстраполировать дальше, то там еще есть сетевые адаптеры, которые тоже позволяют загружать байт-код. Все верно. Но мы не ставили себе, скажем так, задачу отфильтровать какие-то простые правила, потому что все вот эти механизмы, они работают, но у них пока что довольно ограниченная логика, и вы не можете какую-то реальную сложную вещь там делать. И мы вот сразу не ставили себе такой задачи, потому что у нас, во-первых, карточки во многих платформах, карточки обычные, они там гигабитовые, там вообще нет такой логики, это первое. А во-вторых, даже если бы оно там везде было, мы бы просто хотели, чтобы все наши линуксовские правила, просто чтобы они работали всегда с одинаковым временем. Но вообще это очень верное направление мысли. Первое, что вы думаете, это давайте не будем изобретать велосипед, а просто возьмем что-нибудь существующее, и большую часть пакетов будем фильтровать просто чем раньше, тем лучше, желательно вообще в сетевой карточке. Кстати, да, вот если кому интересно про сетевые карточки, могу рассказать интересную историю. В Intel карточках есть flow director, такая фича замечательная, которая прекрасно должна, прекрасно должна работать, и она должна вам балансировать трафик еще в самой карточке. Причем не только по 5-тапл, а по какой-то сложной логике. Ну что, мы попытались ее использовать, и выяснилось, что хорошо она, ну, в смысле не хорошо, а предсказуемо. Предсказуемо она работает почему-то только, если вы балансируете по 5-тапл. Чуть более сложную логику, ну, мы не смогли, вот правда. Мы пытались месяц, наверное, так и не смогли заставить работать эту фичу, хотя она есть, она разрекламирована. Мы месяц потратили, так и не смогли нормально пристроить. Поэтому все эти фичи, они хорошие, но лягут ли они хорошо в ваше приложение, да, смогут ли они работать прямо достаточно хорошо? У нас вот не всегда. Просто если в продолжение как бы вот моего вопроса, у нас же два подхода, да, мы либо строим сложную логику в виде там epitables и так далее, или на фильтр, да, где мы можем вернуть пакет, еще как-то там, ну, не в цикле обработать, но какую-то сложную логику с переходами обратными и так далее. А тот подход, который вы рассказали, это достаточно простое деревье, да, где пакет прошел по дереву и все, по графу фактически. Но по сути это тоже же очень простая логика, та же самая, которую можно реализовать именно напрямую, аппаратно-сетевые карточки. Я не уверен, что префиксные деревья можно реализовать в карточке просто потому, что деревья занимают много-много памяти. Очень. Хорошо, ну, мы, честно говоря, вот у меня прям, я не знаю, как можно огромные деревья, там сотни тысяч узлов поместить в память какой-нибудь карточке, чтобы оно там работало. Что это за карточки такие, интересно узнать. И опять же, ну, даже если все это принять во внимание, у нас просто куча платформ, где нету прям крутых карточек. Они там простые, гигабитовые, там точно ничего такого нет. Но в целом интересно, если это правда можно сделать. Добрый вечер, спасибо за доклад. Скажите, а не думали в сторону инкрементной достройки все-таки дерева? В некоторых случаях это очевидно возможно. В некоторых чуть посложнее. Когда-то это, наверное, невозможно. Вообще можно перестраивать иногда. Что в этом направлении, что-нибудь делалось или нет? Да, спасибо, тоже очень хорошее замечание. Я сказал, что префиксные деревья не поддерживают инкрементальную достройку. И не совсем это так. Существуют такие префиксные деревья, которые позволяют добавлять правила достройками, маленькими инкрементами. Здесь есть следующий нюанс. Даже если ваше дерево позволяет делать достройку, то иногда, если вам повезет, то достроится одна маленькая веточка. Это если вам повезет. А вот если вам не повезет, и правило какое-нибудь очень хитрое, и попало не туда, куда надо, может перестроиться почти что все дерево. Почти все ветки могут быть задеты этим влиянием. В целом, все-таки это здорово. Такие деревья это замечательно. Однако, скажу честно, что для реализации своей штуки, раз уж мы используем DPDK, грех был бы не воспользоваться его возможностями. А у него в качестве одной из библиотек есть как раз префиксные деревья. Называется RTE-AKL, если кому интересно. Пожалуйста, префиксные деревья уже готовы, из коробки оптимизированы. Мы не стали изобретать свое дерево. Я согласен, может быть мы смолодушничали, но решили использовать то, что есть. А DPDK, он не позволяет инкрементально достраивать, он перестраивается заново. Если можно еще вернуться к той теме, которую подняли, это использование сетевых карт. Первый вопрос это по поводу версии ядра, на которой вы сидите. Потому что в прошлом году, в мае, по-моему, в 3.1, Светки закоммитили, там много интересных фич по поводу именно обработки сокетов, пакетов. То есть там оффлоудинг, там поддерживается zero copy, там много чего от IBM принесли наконец. И второй вопрос, как вы работаете с балансировкой перерываний? Спасибо. Первый вопрос, вернемся к карточкам. По поводу версии ядра. Мы используем ядро 4.9. То есть оно свежее относительно. Ну, почти что свежее совсем. И действительно в нем есть огромное количество фич, которые можно перенести на сетевую карточку. Правда, все здорово. Но мы их тоже используем, эти фичи. Многие. DPDK, он же не заставляет вас вообще всю логику визерспейс сделать. Он вам позволяет задействовать возможности карточек. Позволяет ту или иную фичу задействовать. Мы по возможности, то, что карточка поддерживает, мы тоже используем. Кроме загрузки BPF этого кода в карточку. Этого мы, правда, не делаем. Потому что у нас просто карточек, по-моему, таких реально не используется в платформах. Я не слышал, по крайней мере. И, в общем, мы были сильно лимитированы этим. У нас не все платформы с крутыми карточками. Это просто суммирует, почему мы не пошли по этому пути. Второй вопрос по подбалансировке прерываний. У нас нет прерываний. Дело в том, что DPDK, он принудительно переводит код в такой, так называемый, полинг-режим. Режим постоянного опроса. Дело в том, что прерывания, сами все штуки очень медленные. Когда у вас десятки миллионов пакетов в секунду, представьте обработку десятков миллионов прерываний. Это плохо. Очень плохо с точки зрения производительности. DPDK просто их отключает и начинает в while true опрашивать, что-нибудь пришло, что-нибудь пришло. Вот так вот он делает. И у вас вот эти ядра, которые используются в DPDK, они всегда загружены под 100%, даже если нагрузки нет вообще. Это, кстати, баг фиши, в принципе. Наверное, это не очень здорово. Но что есть, то есть. Зато быстро работает. Прерываний вообще нет. Это понятно, как бы тогда вопрос, маленькое уточнение. Вы используете все-таки pull или e-pull? Или там сейчас еще какой-то третий вариант у него появился, вроде не разбирался, если честно. DPDK, он как делает? Он загружает в ядро свой собственный драйвер, называется pull mode driver или pmd. Это свой собственный драйвер. Он вообще заменяет полностью все, что может сделать Linux. e-pull — это линуксовский опрос о наступлении того или иного события. Но с DPDK e-pull вообще никогда не сработает. Он не увидит ни одного события, потому что пакеты просто не попадают в сам Linux. Вот этот драйвер, он на очень низком уровне, там просто максимально низко, забирает все пакеты из карточки и прям напрямую к вам в юзерспейс выплевывает. Вообще zero copy полнейший, и Linux вообще не в курсе, что там хоть какие-то пакеты пришли. Вся ответственность ложится только на вас, и это, да, это вот тоже одна из проблем таких приемов. Страшно-страшно DPDK взять и использовать в какой-то большой системе. Но иногда можно. Префиксные деревья — это его же, да, DPDK? Префиксные деревья, сами по себе, это понятно, просто структура данных известна, их огромное количество видов, но мы использовали реализацию DPDK, потому что там столько оптимизации уже сделано, там и векторные инструкции уже сделаны, и по памяти все оптимизировано. Но грех было вот прям не воспользоваться. Да, мы его использовали. Хотя там есть нюансы, как обычно. Не все там замечательно. И еще один вопрос. А, в общем-то, известно, что вычисления на префиксных деревьях неплохо распараллеливаются. Не думали распараллелить, запустить, использовать там, скажем, график ГПУ для вычислений и так далее, чтобы ускориться еще? Да. Мы именно вот про это ускорение не думали. У нас все ускорение происходит… У нас, естественно, много потоков. Много потоков. Просто каждый поток, он свои пакеты обрабатывает. Мы масштабируемся не в дереве, мы масштабируемся по данным, в принципе, по пакетам. А дерево они используют одно и то же, оно шарит, и получается, выигрыш все равно есть, но не в том этапе, как вы сказали, потому что это сложнее просто намного. Гораздо проще запустить N-ядер, и каждый будет свои пакеты пропускать через одно и то же дерево, чем само дерево пытаться распараллелить. Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотел уточнить, а дата-плейн полностью самописный у вас? Или брали какую-то open-source реализацию и дописывали, соответственно, необходимый функционал для фильтрации? Спасибо тоже за вопрос. Значит, дата-плейн у нас самописный, но с использованием возможностей dpdk. Вообще dpdk больше заточен под C, под язык C, но мы взяли и сделали его C++. Правда, дата-плейн код у нас почти что C-шный. Да, мы его написали сами. Он, кстати, очень маленький. Вы не представляете, насколько дата-плейн маленький. Прямо несколько хеддеров, все. Много-много логики у нас вынесено в control plane. Control plane – это для управления всем этим процессом. Потому что, да, если вы сделаете большой дата-плейн, много кода, много переходов, медленно работает. Дата-плейн должен быть вот чем меньше, тем лучше. Control plane у нас вот огромный. И там происходит построение дерева, там происходит netlink обработка сообщений. Ее мы тоже писали сами, но могу рассказать лайфхак по поводу netlinkа. Если вдруг кто-то заинтересовался netlinkом, если вы захотите обрабатывать сообщения netlink, и вам будет лень писать в свою библиотеку для этого, а, скорее всего, вам будет лень, но вы не найдете такое готовое решение в интернете, типа вот, пожалуйста, легкая обработка всего, что только есть. Мы что сделали? Мы взяли nftables, утилиту nftables, выкинули из нее функцию main, получили lib nftables, как мы ее обозвали, и в ней все функции уже реализованы. Пожалуйста, дергайте, будет вам счастье. Мы netlink очень быстро сделали. Другие проблемы всегда возникают в этом control plane. В общем, все наше. Все наше. Мы используем возможности dpdk и либо nftables. Все остальное наше. Еще можно? То есть у вас реализованы все стейки, условно, поддержка всех сетевых функций в датаплейне, ну, то есть там, не знаю, поддержка VPN-ов, MPLS-ов и всего-всего. Или только какой-то ограниченный и нужный вам функционал. Тоже спасибо. Мы вообще не стали это выносить в доклад, потому что в ограничении по времени было. Но вопрос интересный. Получается, да, получается, если вы выкидываете сетевой стэк, вам вообще всю работу надо делать самостоятельно. И TCP стэк пишите, и VPN пишите, и вообще пишите все, что только хотите, да, сами. Но никто так делать не будет. Это прям слишком сложно. И вообще зачем? На самом деле мы сделали проще. У нас у dpdk, ну, мы, в принципе, свой инструмент используем, но у dpdk он тоже есть. Это инструмент взаимодействия с ядром. Это все-таки, если вы какие-то пакеты хотите пропустить через ядро, вот если все-таки вам вот хочется, то dpdk позволит вам так сделать. И это именно то, что мы сделали. Мы трафик, который требует дополнительной обработки, VPN. На самом деле мы еще не успели скомпилировать свой проект, чтобы и VPN работал, и SOF работал. Все это у нас пока вместе, пока не совсем функционирует, не успели еще сделать. Но суть в том, что пакеты, которые нам нужно пропустить через дополнительную обработку, которая у нас еще не реализована, мы заруливаем в ядро, и они обрабатываются, как обычные пакеты. И сетевой стойк их видит, и можно их обрабатывать, пожалуйста, как обычно. Мы сделали это через tab-интерфейс. Создаем tab-интерфейс и помещаем в них определенные пакеты. Главное, чтобы таких пакетов было немного. Если вы начнете много пакетов туда заруливать, то вы будете делать двойную работу. Сами обработали пакеты, а потом еще Linux их обработал. Это медленно. Поэтому нам что хорошо? У нас много трафика транзитного. Мало трафика заворачивается на саму железку, много транзитного. И у нас медленного трафика очень немного получается. Для нас такая схема работает, но она не всегда применима. Кажется, что это левторантатик. То есть если много… Да, действительно, в принципе, действительно так. Потому что если мы начнем много трафика прокидывать в ядро, оно загнется. Да, мы про это сейчас думаем. Скорее всего, мы это решим как? Мы в самом ядре пропишем определенные правила дополнительные, которые будут ограничивать по… В общем, будут резать просто лишний трафик, чтобы ядро у нас все-таки не переполнялось. Хотя действительно это проблема. То есть мы транзитный трафик реально хорошо обрабатываем, а трафик, который к нам, не очень хорошо. Это для дальнейших исследований. Спасибо за доклад. Еще один такой вопрос. У вас получается 8 ядер потребляется на polling DPDK, да? 6 свободен. А если вы на эти 6 навесили, например, какой-нибудь ADS, с которым тоже нужны пакеты? Да. Значит, если мы навешиваем какую-то логику на оставшие 6 ядер. Во-первых, интересный эффект сам по себе следующий, что даже если у вас ядро ничего не делает, если ядро ничего не делает, если оно что-то делает, это большая разница для других ядер. То есть понятно, что начинаются какие-то кэш-промахи, начинаются какие-то дополнительные пересылки данных, которые вы просто не можете контролировать. И вот мы столкнулись с тем, что даже если вы просто запускаете хоть что-то практически на вот этих пустующих ядрах, да, мы проседаем. Но не сильно, да? Там есть падение, но не сильно. Другие ядра все-таки воздействуют на наши ядра, которые под dpdk. Даже несмотря на то, что мы их заизолировали. Мы говорим Linux, вот ты на эти ядра ничего не пихай, они только наши. И несмотря на это все равно происходит влияние. А по поводу, если запустить IDS, да, и пропускать через него много трафика. Да, у нас это сейчас будет работать медленно. Но у нас есть планы в дальнейшем всю логику постепенно спустить к нам, чтобы мы смогли общаться не через ТАП-интерфейсы, которые медленные, а по другим механизмам. Будет работать лучше. Спасибо за ответ. А вот еще по поводу вот этого замедления. Если вы средством dpdk укажете, там же есть литы, соответственно, вы укажете использовать только эти 6 ядер на одном сокете, а другой сокет оставить простаивающий, соответственно, все пустые ядра, ну как пустые, без работы, соответственно, на другой сокет, то, возможно, оно исчезнет, да, влияние? Или вы это проверяли или нет? По поводу много сокетных систем. У нас была платформа с двумя процессорами, и оказалось, что это очень капризная штука. Очень-очень капризная. Там ускорение происходит только в каких-то очень определенных кейсах, только при определенном packet flow, когда вот только нужные, ну, через нужные порты все проходит. Если у вас начинаются нумы пересылки, то есть из одного процессора начинается пересылка в другой процессор, это плохо, очень-очень плохо, все сразу же рушится, поэтому мы стратегическим решением решили, что у нас не будет многопроцессорных систем. И если вы говорите про быструю обработку, то я всем это рекомендую, просто не использовать многопроцессорные системы, слишком много боли там. В общем, да, поэтому просто не рассматривали такой вариант, не исследовали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!